Здравствуйте, здравствуйте! Футбольный пятничный вечер стремительно подхватывает Мелбет Первая Лига. И мы с вами в Москве на вполне узнаваемом, начальном, заявочном плане стадиона Сапсан-Арена. Запасное поле, резервное поле стадиона Локомотив. И это самое начало открытия 28-го тура Первой Российской Лиги. И вот она Родина. Родина, которая второй сезон подряд как будто нашла какую-то волшебную кнопку акселератора. И на весеннем отрезке показывает великолепные результаты. Не всегда может быть футбол искрящий и феерический, но результат он как есть. Погружаемся в саму игру. И вот уже наступает время ответа Родина. Стимир Гордюшенко играет направо. Здесь хорошая позиция. И удар хлесткий наносит Солтмурат Бакаев. Вот он, действительно, первый опасный момент. Для меня, по крайней мере, точно совершенно неожиданно стал номером один с первых весенних матчей. И что самое интересное, пропустил пока только один мяч, а вот второй, который он пропускает по весне. Классная атака Химок, начавшаяся с правого фланга. И на 18-й минуте Химки открывает счет. Смотрим в повторе. Неудачно попытался начать эту атаку Александр Клещенко. А вот дальше передача Берковского. Скидка, будто Магомедова и Александр Руденко открывает счет в матч. А вот здесь отскакивает мяч от головы Захара Волкова. Не очень удачно Гордюшенко и поддерживает Аринио. Слева удар классный. Добивание. Как? Как? Нужно не забить. Что это было? Иван Тимошенко в сетке ворот. А мяч необъяснимым образом взлетел выше. Кордова сегодня в матче Краснодар. Факел с полутора метров буквально. Аринио. Бакаев здорово проходит. И бьет. Какой удар Сулкнура Бакаев. 1-1. А вспомним когда буквально третья-четвертая минута. И его очень плотный удар, с которым справился Антон Петрюшкин. Очень похоже он пробил и сейчас. Но то ли еще сильнее, то ли какой-то крем, что ли, от траектории полета мяча. По-моему, максимально толерантно он ее воспринял. Да. Понимал, что ничего не изменит. Это Руденко с мячом. Хорошая передача, Руденко. И мяч в воротах. Вот она где. Неумолимая реализация. Два момента, два гола у Химок. И снова команда выходит вперед. Это Илья Берковский. После потрясающей передачи Александра Руденко. Мы говорили о том, что неоднократно его лучшим признавали в составе команды, что лучшим он был и в этом триллерном матче с Тульским Арсеналом. Здесь на грани офсайда открывался Александр Руденко. Может быть, стоит коллегам еще раз сконцентрировать на этом моменте со стоп-кадром внимание. Но здесь мы, конечно, не поймем, мог ли быть там офсайд или нет. Да, я думаю, что вполне возможно, что эффект того эпизода, который случился на 21 минуте, по-прежнему сказывается, Руденко очень опасная ситуация, но, наверное, затянул все-таки он с ударом в этой ситуации. Классно ушел от защитников и была у него уже, ну, наверное, 2-3 секундная пауза точно совершенно, когда он мог без сопротивления игроков обороны наносить удар, но не сделал этого. Юшин. Тимошенко удар. И Антон Митрюшкин впервые по-настоящему вступает в игру во втором тайме. Будет угловой удар, который уже добрый десяток, наверное, к доброму десятку подбирается. В принципе, Андрей Викторович сегодня весь матч очень эмоционален, но теперь первый раз в сторону арбитра. И спасение Александра Корякина. Коварнейший удар Будды Магомедова. Равиль Нитфулин. А здесь опережает Руденко. И мяч направляет то ли в ворота, то ли на дальнюю штангу, чтобы замыкали. Опаснейшая ситуация. Да, просчитался Александр Корякин. Опередил его Руденко. Сохранил. Сыграл на Калмыкова. И удар какой! Браво, Митрюшкин. Может быть, не максимально под штангу попадал Александр Юшин. Но по-прежнему мяч у Родины. Наброс на Калмыкова. И удар в дальней дистанции. Штанга еще и не везет Родине. Это был Артем Сокол с потрясающим ударом. Смотрим еще раз мы в повторе. Но тут без шансов каких-то очередной наброс на могучую грудь. Тимур Калмыкова. Удар. Добивание. Митрюшкин. Двойной сейв. Спас он после удара Калмыкова. И сумел. Мы видим, что пошла уже пятая компенсированная минута. Машликевич смотрит на свои часы. И мы понимаем, что, скорее всего, это самая последняя атака Родины в матче. И это финальный свисток. Выигрывают Химки. И набирают 48 очков после этого гостевого сверхважного успеха. И перемещается подмосковная команда, как я уже сказал, на первое место.